Привет! Как и обещал, сегодня делаю тестовую запись трёх саксофонов. В первую очередь я хочу протестировать и сравнить звук копии, назовём это так, копии саксофона Selmer Super Action 2. Я сравню его звучание с звучанием саксофона Trevor James серии SR в бронзовом корпусе и сравню со своим буфе Super Dine Action 60-го года. На видео в титрах вы увидите, какой саксофон звучит в данный момент. Итак, начнём с китайской подделки под Selmer. Субтитры создавал DimaTorzok Вот, собственно, и всё сравнение. Я думаю, что кому было интересно, сделал выводы для себя. Моё личное мнение, что этот саксофон абсолютно подходит для занятий. Как он поведёт себя в долгосрочной перспективе, насколько его хватит, не развалится ли он через пять лет, я думаю, что нет. Конечно, качество металла здесь немножко похуже, наверное, чем у тайваньских Тревор Джеймсов. Но, в принципе, мне не кажется, что он сломается прямо через полгода. И на какую-то декаду, на обучение в музыкальной школе его должно, конечно, хватить. И в умелых руках на нём вполне можно играть даже профессионально. Я лично знаю несколько знакомых музыкантов, которые перешли на китайские саксофоны, профессионально играют на них, ну, конечно, из соображений экономических, просто чтобы были деньги для чего-то другого. Тем не менее, на этих инструментах вполне можно выступать, они достаточно стройные, и, в общем, больших проблем у них нет. Запись сделал на обычный студийный микрофон, без всякой обработки. То есть, это обычный звук саксофона у меня в комнате. Пожалуйста, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу подобных тестов. Стоит ли в будущем делать такие видео, где я сравниваю саксофоны. Услышали ли вы разницу в звучании? Потому что, когда я сам играю, я разницу слышу, но сейчас я послушаю в наушниках то, что записалось, и мне самому стало интересно, будет ли разница слышна. Жду ваших комментариев. Ставьте лайки, дергайте за колокольчик, нажимайте на какие-то кнопочки в YouTube, и до скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok